Владислав Андреевский, устроивший в декабре 2012 года стрельбу в Кафабелине, убивший при этом двоих человек, проведет в СИЗО еще 60 суток. Так решил апелляционный суд Одесской области, в котором сейчас проходит процесс. Прокуратура считает, что после возврата высшим специализированным судом дела в Одессу все разумные сроки уже прошли. Подозреваемый находится в СИЗО уже 5 лет. Чтобы в разумные сроки рассмотреть этот обвинительный акт. И что касается выкладывания обвинительства, как сторона обвинительства не запрещает, что, возможно, при этом проведении судового рассмотрения уже в суде первой инстанции будет принять решение, что до усунения каких-то недолеков и формулирования обвинительства более детально расписать. Адвокат, обвиняемого, которого на заседании не было, заявил, что будет настаивать на смягчении приговора. По его словам, пожизненный срок – слишком жесткая мера. Я не могу сказать, что мы добиваемся оправдания для моего клиента, но мы добиваемся справедливого приговора, который не будет связан с пожизненным лишением его свободы. Наказание, предусмотренное частью 2 статьи 115, это умышленное убийство, предусматривает наказание от 10 до 15 лет. Мы будем добиваться наказания в пределах этого срока. А вот потерпевшие считают, что пожизненный срок человек, унесший жизнь их родных, абсолютно заслуживает. У меня одна надежда, одна просьба и одно рвение души. Я требую пожизненного заключения для этого человека. Он не имеет никакого морального права находиться на свободе. Я не могу судить его прошлую жизнь, хороший он человек был или плохой. Я смотрела просто уже на тот момент, когда человек приехал в Одессу, что он привез с собой оружие, его цель пребывания в Одессе и как он уже вел себя в Одессе. Понимаете? Поэтому его характеристика для меня конкретно с этого момента. Ходатайство прокуратуры апелляционный суд удовлетворил частично, оставив Андреевского на два месяца в СИЗО и предоставив 10 дней прокуратуре на доработку обвинительного акта. Трагедия произошла 9 декабря 2012 года в кафе «Белине». Владислав Андреевский после драки с посетителями вернулся с другом в кафе и открыл огонь из автомата. В результате погиб 24-летний парень и 29-летняя девушка.